Спасибо. Коллеги, позвольте присоединиться к поздравлениям в этот день знаний. Мы, думаю, все вы его также воспринимаем как начало рабочего года. И сегодня, наверное, многие, засучив рукава, уже включились. Тут не до лекций. Но, тем не менее, это тоже момент и подвести какие-то итоги, запуская этот рабочий год. Конечно, хотелось бы подводить итоги, добавив название постковидный учебный год и постковидный опыт. Но, видно, нам не дано так просто от этого освободиться. Мы уже попадались на эту ловушку, но приходилось продолжать этот режим. Тем не менее, если вы позволите, я хотел бы обобщить некоторые результаты того, к чему мы пришли. Конечно, продолжается это безобразие уже больше года. И, конечно, многое изменилось. А вот что изменилось, здесь мнения разные. Вот о том, что изменилось у нас, поразмышляем вместе с вами, если вы мне позволите. Такой вот статус в режиме таких необязательных размышлений. И кое-какие задачи, которые, как мне видится, мы можем уже смело ставить. Сейчас многие говорят о новой нормальности, что мы уже живем немножко по-другому. На самом деле, не так-то просто вот это все обобщить и понять, что по-другому. Маски уже уходят с наших улиц. И, наверное, это не то другое, которое там могло бы нас пугать. И многое, в общем-то, возвращается. Хоть и цифры, за которыми мы следили целый год, довольно большие. Но, в принципе, многое в жизни возвращается на старый лад и даже вот очное обучение в школах и вузах. Да, дай бог, чтобы это было так. Тем не менее, конечно, что-то изменилось сильно именно внутри нас. Вот еще есть время, как говорится, над этим подумать. Вот что мне, например, бросилось в глаза, что, наверное, очень сильно изменятся практики корпоративной культуры. Это мы видим и у нас в компании. Ну и, я думаю, первая реакция, которая со всеми этими пандемиями были, уход на дистанционку. И, конечно, я думаю, что это сильно изменит характер работы, вообще понимание, что такое трудовой коллектив, понимание того, что такое я как член трудового коллектива. Вот как, например, сейчас реализовывать какую-то такую корпоративную солидарность, когда все сидят по своим домам, как проводить корпоративы. Все это инструмент такой вот какой-то особой трудовой сплоченности. И, наверное, будет совершенно другая кухня вот этих вот вещей. Ну, посмотрим, да. Я думаю, что в образовании не настолько большие будут смещения. Но вам виднее, вы тоже через это проходили, в принципе, университетское образование, оно уже было таким немножко рыхлым в плане, что люди, преподаватели довольно свободно себя ведут, приходят, уходят, это не то что в офисный режим. И, тем не менее, вот нас-то и вас коснулось тоже в первую очередь, потому что образование, как оказалось, это как клубы, концерты, футбол и так далее, это место массового скопления людей. И здесь вы были в первых рядах. И я думаю, что как и в корпоративных практиках, когда вот приходится от режима осознавания себя за рабочим столом в офисе перемещать к ситуации за рабочим столом в своем доме, что влечет за собой, ну, мне кажется, перестройка вообще мышления, создание какой-то внутренней дисциплины, увеличение внутренней автономности, самостоятельности, ответственности, в том числе какое-то построение новых информационных путей, как общаться с коллегами, как вот это вот чувство плеча ощущать. Вот здесь, думаю, все вопросы примерно того же будут касаться, касательно того, как близко мы находимся друг с другом. Сегодня чаще всего звучит вот это понятие гибридное образование, на самом деле, которое очень непонятно, что такое вообще гибрид. Это значит все во всем, что что-то разное в одном. Но у нас было с вами такое понятие заочного образования, которое было очень близко к тому, что мы имеем вот в условиях пандемии. И то, что сейчас приходит под названием смешанного обучения, оно весьма-весьма напоминает вот этот режим с какими-то там своими акцентами. Я бы назвал это сменой диспозиции. То есть, разумеется, так далеко, как было в заочном образовании, когда вот встречались практически только по сессиям несколько раз в году. Вот так далеко не будет. Но и уже никогда не будет так близко, как это было лицом к лицу смены диспозиции. И вот тут вот несколько вещей, которые нас затрагивают, и где произойдут, и уже происходят существенные изменения. Вся эта пандемия касается, прежде всего, коммуникации личного контакта. Мы мало представляем себе, насколько много на этих коммуникациях строится, но строится практически все. Вот осознать, что сколько строится, можно как раз только вот в новых условиях информационных технологий, когда к нам приходят мессенджеры, социальные сети, когда действительно появляются коммуникации не личного контакта. А так вообще все, что было у нас, опиралось на личный контакт, в том числе обучение, особенно вот учитель, ученик. И вот здесь, когда нас развели по своим домам, вот эта вот ось общения и коммуникации, она претерпит испытания изменения. И я думаю, что каждый из нас научится здесь быть гораздо гибче, чем он был. Если раньше, может быть, кто-то, ну, вообще был холоден к таким удаленным контактам, но не любил это, вот придется поневоле научиться работать в таком режиме. И, в частности, второй момент, который вот вытекает из того, что мы не только сообща что-то делаем и учимся, второй момент – это внутренняя самодисциплина. Когда ты оказываешься один, обучаешься онлайн и работаешь, то, конечно, совсем другие требования. На тебя уже не смотрят чьи-то глаза, тебя там не окрикивают. Особенно, конечно, для детей это очень значимо. Ну и для взрослых совершенно другой формат внутренней дисциплины. Ты уже делаешь сам, ты отвечаешь за себя сам. Можешь отключиться, можешь подключиться. Вот это вот фриланс, то, что у нас было, в общем-то, уже рабочей практикой, это становится такой повседневной нормой для любых практически профессий, ну и особенно тех, кто в образовании. И не каждый способен на такую внутреннюю самодисциплину. Но процесс обучения, я думаю, здесь будет очень серьезный. Мы получим вот из этих двух пунктов нового человека через какое-то время. И я бы здесь вот такое даже вот обобщение сделал. Вот эта вот коммуникация личного контакта или удаленного контакта, это по сути дела такая одна из основ общества цивилизационной внутреннего устройства. Да, мы вот с вами работаем с информацией и редко задумываемся о том, что любая информация, которая к нам приходит, это по сути дела удаленная коммуникация. Когда мы имеем дело с книгой, это по сути дела сообщение некоего автора из другого пространства, может быть, даже другого времени. Сообщение – это его удаленные сообщения. Есть сообщения очень далекие. Ну, например, архивы – это вообще сообщения там из других времен. Книга – это то, что вот более-менее рядом. Но, тем не менее, это довольно далеко. И вот я бы такой тезис выдвинул, что существуют горячие культуры и холодные культуры. Вот след за Маклюином, да, только немножко по-другому. Горячие культуры – те, где все происходит на личном контакте, в личном общении, где доминирует вот это личное сообщение. Ну, многие культуры… Вот я, например, был в Дагестане и обратил внимание, насколько это горячая культура. Там все нужно говорить друг к другу, да, ничего письменного, там мессенджеры, это все не так работает, как у нас. И холодные культуры, ну, скажем так, тоже скандинавские, да, где немножко вот это личное общение приглушено, и где гораздо больше, высшие барьеры между людьми, персональные барьеры, и где как раз более охотно и более спокойно воспринимается вот этот вот контакт мессенджера. И мы видим, что это очень прогрессирует, то есть люди быстро научаются вот так удаленно работать через мессенджеры, и дистанция своего рода, коммуникация удаляется. И вот каждая культура, она, наверное, предполагает свою дистанцию между коммуникантами, где-то слишком близкую, где-то довольно далекую. И вот в этом как раз, вот здесь вот, в этом ползунке, так скажем, мы и увидим колоссальные изменения, которые принесла пандемия. Если в целом наша культура все-таки теплой была достаточной, несмотря на все, то сейчас она станет гораздо холоднее. Удаленная коммуникация станет более доминантной, усилит свои позиции значительно. И вот это вот, пожалуй, самое главное изменение, которое я бы констатировал после этих всех наших уроков. Ну и еще один момент, вот у меня он обозначен, привычка вторая натура. Вот, наверное, еще то же самое важное. Именно здесь формируются такие глубокие изменения, и то, что мы за период пандемии изменили свои привычки и привыкаем к вот этой удаленной коммуникации, вот это вот, наверное, то же самое колоссальное удаление. Вот те семимильные шаги, о которых говорят, в принципе, они не очень заметны, потому что вроде все, что было, то там и остается. Но вот то, что мы привыкаем так общаться, и это уже наша повседневность, вот это тоже факт. Вот так бы я обобщил такие вот наиболее глубокие вещи, которые, как мне кажется, пришли вместе с пандемией. Ну, а в образовании мы с вами сейчас поразмышляем, как, что, может быть, вытекает в деталях. Вот. Ну, во-первых, нас в этом году ждет программа развития образования «Приоритет 2030», которая несет новые задачи, новые вызовы. Пока ее контуры не очень ясны. Но вот здесь вот и будут какие-то конкретные проектные вещи. Ну, а следующий момент, над которым уже нам положено по должности размышлять, а как будут использоваться информационные ресурсы в свете вот этих изменений и нашего продолжающегося ковида. Я думаю, что здесь продолжается углубление радикальное между двумя разными понятиями. В одно понятие входят товарные рынки, это то, как мы живем с вами, повседневно покупаем, продаем, питаемся и прочее, пользуемся услугами. И информационные рынки, с которыми мы с вами работаем, с информацией, как она ведет себя. Соответственно, два более таких обобщенных понятия тоже, связанные с товарной экономикой и с информационной экономикой. И вот эти вот два домена, домена, они расходятся все больше и больше друг от друга. Одно ведет себя совершенно по-иному, чем другое. Это становится очевидно. И в чем проявляется вот это вот отличие информационной экономики, чем ведет себя иначе информация по сравнению с товарами. Ну, во-первых, это рынок без дефицита, который всегда существует, нехватка всегда существует на всех обычных рынках. Это рынок переизбытка. Какой бы ни было бедной страна сегодня, что бы там ни происходило, все равно никогда нет ощущения, что информации мало. Вот у вас в этом Афганистане или где-то у вас не будет еды, но у вас телевизор будет работать, и там будет очень много каналов, убирая вас. И так вот во всем остальном. То есть информационный переизбыток вещь, которую мы должны забыть. И для тех, кто продает, кто работает информацией, это большой вызов. Ну, и совершенно по-другому нужно себя вести. Вот второй тоже момент сложности. Рынок без продаж. То есть все сложнее. Еще, конечно, кто-то есть, кто продает информацию, но все сложнее это делать, потому что информации все больше. Зачем ее покупать? Это рынок, который живет на рекламе и других способах без продажной оборота. К этому тоже надо двигаться, и этому нужно учиться. Третий момент, чем этот рынок тоже сильно, на мой взгляд, отличается, это рынок, основанный на удовольствии. Это рынок, опирающийся на досуг, бьющий в эмоциональный интеллект. То есть совершенно особая сфера нашей жизнедеятельности. Ну, даже вот книги с вами мы в основном все-таки читаем в свободное время. Даже те, которые нам нужны для образования, для работы. Не на работе, вот мы читаем от корки и до корки. И недаром все это называется эдютейнмент, эдютех, геймификация. То есть вещи, которые здесь приходят, новые, они вовлекают прежде всего вот эту эмоциональную составляющую. И то, что не на боли какой-то основанной, а на досуговом принесении чего-то положительного. Ну, и четвертый момент, который бы я выделил, что это рынок внимания. И эта сущность тоже ведет себя совершенно иначе, чем другие наши потребности. Внимание нельзя купить. Нельзя какое-то насилие, какую-то нужду здесь использовать. Его можно только привлечь. И привлечь каким-то интересом, каким-то бонусом, вовлечь человека. И опять-таки, те, кто работают с информацией, это свои вызовы, своя специфика. В общем, информации становится так много, как и воздуху. Поэтому и продавать-то очень сложно. Но она и нужна тоже тотально, как воздух. То есть, без информации мы никуда и нигде. И хоть мы ее и не покупаем, как правило, но мы вообще дышим ежесекундно всеми. И без информации, наверное, и прожить и час уже не можем. Вот так меняется наш внутренний информационный обмен информацией мозга. Но это больше как бы обнажилось, на мой взгляд. Но при этом внешних каких-то изменений в нашем информационном окружении радикальных не произошло. Я бы отметил два таких феномена, которые действительно выстрелили и где заметные рыночные изменения. Ну, первый это феномен подписного онлайн-видео. Тоже вещи были, но здесь мы видели в разы скакнул интерес, и этот рынок вырос. Вот такая вот была пандемическая реакция. Ну, а второй, который нас больше касается, феномен онлайн-обучения. Тоже, на мой взгляд, очень сильно изменилась ситуация, выросли вот эти платформы, время проводимое на них, и вообще интерес к этому формату, который является для многих из нас конкурентным. Это что касается вот вообще информационных обменов, а что теперь более близко к нам с рынками профессиональной информации. Это все-таки совсем тоже другие информационные рынки, чем досуговые. Тем не менее, здесь много общего. Ну, на мой взгляд, опять-таки тренд очень сильно усилился и стал очевидным к открытой информации. Это первичный источник. Причем первичный источник уже даже и для профессиональных ресурсов. То есть по исследованиям, опросам, с которыми мы имеем дело, студенты и даже преподаватели, когда перед ними стоит какая-то образовательная или научная задача, в первую очередь смотрят ресурсы открытого доступа, то есть Google и прочие вещи. А потом уже, когда, если не находят, обращаются к профессиональным платным ресурсам. вам место из категории хорошей вот, и это такой, но для нас не очень приятный факт. Мы по-любому будем вторичны и поскольку открытый доступ это основной тренд для научной информации, то и мы должны искать формы, как мы впишемся в такую в этот формат. То есть получать деньги соответственно нужно другими путями, не вот продажи подписок или еще чего-то. Второй момент, который связан с первой то, что вообще за информацию не очень стали хотеть платить и вообще происходит соответственно перенос веса от проблемы получения нужной информации проблеме авторской публикации. То есть вот наши клиенты научно-педагогическое сообщество для них между тем стало большей проблемой не прочитать какую-то информацию учебники и так далее а опубликовать свои вещи. Вот эта публикация становится важнейшим критерием и преподавательской и научной деятельности и вот зачастую больше интерес вот именно в этом аспекте нашей деятельности то, что мы помогаем публиковать а не в том, что мы даем что-то полезное для чтения и ну соответственно публикация это основной потенциал для персональных и авторских рейтингов для научного продвижения то есть это дает это уже часть карьеры ученого а не просто там его какое-то там авторское творчество и вот здесь тоже я бы такое обозначил очень интересный глубокий тренд что публикация и особенно научная публикация это уже становится не какое-то проявление авторского творчества авторского начала как раньше было есть талант человек становится автором его словом все там зачаровываются и соответственно все сразу его начинают слушать вот это авторское такое дарование а сегодня это уже немножко другое это повседневная функция там преподавателя ученого его служебный долг служебные задания он обязательно должен что-то там писать что-то публиковать да он автор но это уже скорее смежная такая вытекающая из его основной деятельности побочный продукт и вот если мы раньше как издательство имели в основном с продуктом авторского творчества авторского таланта да то сейчас мы имеем дело вот с этим конвейером производной деятельности ученых и всех людей они все начинают писать и это совершенно другое да они авторы но знаете это уже без всякого часто вообще не то что без дарования но часто это лучше бы он ничего не писал но мы должны уже обслуживать вот этот вот конвейер чтобы все где-то публиковались и где-то нашли место и вот этот вот переход в издательском мире он конечно такой глубокий и в частности и в рыночных форматах тоже мировой такой тренд обмен публикаций на чтение так называемая модель публикуйся и читай уже платят университеты не за то что они читают им доступ к информационным ресурсам а за то что им дают возможность опубликоваться в этом пакете там за миллион ты можешь несколько статей своего своих преподавателей опубликовать ну и соответственно рынок платных публикаций то есть это конечно совсем другое чем то с чего мы начинали и в частности один из ресурсов профессионального контента это ЭБС вот мы к ним пришли ресурсов и возможности публикования и доступа к информации и поскольку мы ресурсы которые должны каждый день доказывать свое существование где нигде не прописано что ВУЗ должен нас приобретать но тем не менее мы одна из немногих IT площадок которые для которой оплачивают платит ВУЗ мы всегда должны искать вот эти моменты сцепления в чем мы нужны в чем мы можем быть полезны и тут тоже мне кажется интересная эволюция которая заметна на нашем рынке над чем мы все вместе работаем не только университетская библиотека онлайн и остальные вот я бы здесь три этапа выделил первый этап развития ЭБС как платформа электронных университетских учебников и это в общем понятный такой этап очень полезный когда книжные ресурсы печатные вследствие дороговизны были заменены электронным форматом это все удешевило и более-менее позволило на тех же деньгах внести в университет гораздо больше информационный поток и это существует у ЭБС как набора электронных учебников это я считаю уже позади оно и останется но это уже реализованный момент а вот амбиции и задачи связанные с будущей связаны с развитием уже другого модуса ЭБС как площадки платформенного образования платформенное образование это тоже новый термин связанный с цифровой экономикой цифровым образованием новый способ организации образовательного процесса и это уже широкий спектр различных цифровых продуктов среди которых электронная библиотека только одна из и вот здесь конечно поскольку цифровой университет это скажем так тоже университет платформенного образования здесь конечно ЭБС будут бороться за то чтобы встроиться чтобы стать такой же современной площадкой помогающей в образовании вот в этом плане второй этап я думаю ЭБС будут и уже сегодня строиться как электронные библиотеки вузов это как раз процесс в активной работе он сопряжен с тем что базовые классические формы библиотечные отстраиваются ослабевают все меньше людей в такой библиотеке работают все меньше процессов все переносится в электронную библиотеку ЭБС но это вот тоже задача так скажем на несколько на ближайшие пять лет для всех нас а вот третий этап и он тоже не замедлит ждать ЭБС должны понять себя как IT инструменты развития образования и науки то есть стать полноценными платформенными образования которые рядом с университетом рядом с образовательным и научным процессом должны дополнительно все что IT могут что-то такое делать вот это и называется сервисами это тоже в активном строительстве и за этим конечно будущее за этим конкуренция ЭБС с другими IT платформами и очень интересно как она будет развиваться ну а в этих условиях вузовские библиотеки как мы знаем превращаются в информационные центры по управлению цифровыми ресурсами и образовательными платформами они будут теми кто вот этот весь процесс курирует контролирует а вот старые классические задачи каталогизации работы с книгами классического комплектования библиографии я считаю отходит в прошлое это в конце концов все будет возложено на нас как некие центры работы с книгой и университет это уже будет получать готовеньким то есть эти задачи переносится на ЭБС вот так я понимаю общую задачу развития ЭБС и хотел бы чуть-чуть остановиться как происходит сегодня вот это завоевание рынка образовательных платформ что делаем мы и что делают наши коллеги вот отдельно я потом остановлюсь на аспекте онлайн ЭБС и онлайн обучения что что мы здесь можем показать это как раз итог первому сентябрю ну а сейчас я в таком назовном плане назову направление над которыми по сути дела работают все наши конкуренты ЭБС но наши базовые функции это публикационные сервисы книжные наполнения это уже такой повседневный процесс ясно что он идет это уже воспроизводство и для образовательной платформы будущего конечно это уже недостаточно слишком мало просто замена печатной книги электронной это слишком мало должны должны создаваться сервисы для поддержки образовательной научной работы и вот для таких сервисов включается креатив включается инновации искусственный интеллект бигдаты и все остальное мы конечно как и другие тут активно копаем и может быть вы не согласитесь но мне кажется что сегодня все ЭБС это речь идет о крупных 4-5 платформах наших конкурентов развивается и создают примерно те же сервисы вот я бы практически не назвал бы ни одного сервиса который делал бы один а не делал бы другие вот удивительным образом все идут прямо нога в ногу ряд в ряд и что же это за сервисы из крупных направлений ну во первых это конечно библиографические сервисы описание оформление книги вот эти все библиографические записи дои и так далее это большой конечно пласт работы это достаточно чисто такой библиотечный пласт второй очень большой блок ну для нас например он ключевой это сервисы пакетного и покнижного комплектования это связано с тем что ну вообще с электронной библиотекой которые как вы знаете может и целиком быть доступна так как НЭП национальная электронная библиотека гигантским пакетом но в принципе вот такой гигантский гигантские коллекции не нужны это стало давно понятно и сейчас происходит происходит деление вот этого книжного всего пространства на различные пакетные покнижные сервисы подписки рекомендации и так далее вот это довольно большой сложный пласт внутренних работ с данными и практически все это ведут библиокомплектатор у разных АБС это называется по-разному но это внутренняя тоже работа нас как платформ третий момент в этом же направлении но еще более инновационный для нас это тоже ключевое такое направление внутренней работы с книгами как данными мета данными текстовыми данными это сервисы заполнения дисциплин и направлений сервисы формирования РПД то есть это скорее уже такие рекомендательные сервисы поисковые сервисы которые помогают работать с массивами книг и информации сразу находить то что нужно покупать то что нужно и это очень сложная очень сложная обработка вот того огромного гигантского книжного массива вы знаете что книг на земле больше чем людей и каждая книга это своя жизнь свой организм памятник свое сообщение чтобы это все обработать представьте конечно нужен искусственный интеллект нужны все вот эти самые мощные новейшие наработки и если классическая библиотека с ее каталогом бумажным она тоже работала с этого массива но на уровне пенок библиографических записей то наша задача цифрового века заключается в том чтобы этот весь массив информационный пронзить вплоть до внутренности текстов весь стандартизировать превратить в одно управляемое которое легко расчленяется легко отделяется с которым можно работать цифровым образом это вообще колоссальная работа прошу здесь отдать дань тем кто этим занимается очень сложная работа ведется электронными библиотеками всего мира вот это мы делаем постепенно и долго следующий элемент сервисов которые тоже все подключили сервисы инклюзивного образования тоже все здесь что-то предлагают и мы тоже на этом я еще остановлюсь дальше у всех ЭПС сформированы сервисы ВКР то есть публикационные сервисы где можно складывать выпускные квалификационные работы или в принципе другие типы работы вот но если скажем репозитории не все ЭПС на это решаются не входит в логику их работы то скажем ВКР и это тоже нормативный документ это практически у всех ЭПС вот следующий пласт большой работ сервиса интеграции это может называться API или другие интеграции с различными вузовскими платформенными системами очень много различных здесь пересечений это тоже огромный пласт работы для того как раз чтобы вот ЭПС как IT платформы внедрились и стали элементом вузовской информационной среды это активная интересная работа наконец сервисы онлайн обучения собственно то же самое поскольку вузы разрабатывают и это тоже по несколько ближайших 10 лет будут становиться пространством платформенного образования то конечно ЭБС должны интегрироваться и включиться в онлайн обучение и тут есть у нас те кто впереди этого процесса но вот у Юрайта программа очень амбициозная в плане включения в онлайн обучение я покажу что мы здесь делаем но в целом 20-й год пандемийный это как раз год сервисов онлайн обучения для ЭБС все практически ЭБС что-то здесь сделали заметное отчитались показали и этот элемент будет усиливаться ну и еще один тоже тренд вещь которые все ЭБС которые взялись сообщая поодиночке это программы дополнительного образования повышения квалификации то есть все обросли какими-то там онлайн обучением преподавателей у нас это называется директ академия учебно-методический центр с большой программой у кого-то программы поменьше но практически все сегодня активно учат преподавателей причем не только работе с ЭБС и это одна из смычек книги и обучения вот ну и еще один ключевой тренд который тоже я бы выделил то что все ЭБС становятся издательскими центрами если раньше мы отличали ЭБС издательство ЭБС агрегатор то практически сегодня это различие почти исчезло то есть все крупные ЭБС они же и крупнейшие издательства издательства которые в каталоге собирают до трех и выше тысяч наименований крупные издательства а тем же издательством классического типа которые без ЭБС конечно им становится жить намного труднее ну потому что ЭБС это аудитория это прямой доступ и конечно даже мы хотя мы агрегируем контент но уже это тот факт что тот контент который мы агрегируем он представлен и в других ЭБС уже это повышает ценность нашего собственного эксклюзивного контента нашего издательства поэтому очень динамично растем как издательство и это тоже такая вещь которую не отменить вот я вам описал то над чем работают ЭБС все вместе чтобы вы понимали наши внутренние кухни и где различные направления конкуренции вот ну а теперь хотел бы кратенько показать в чем онлайн обучение образовательная платформа ЭБС мы в частности в чем это может проявляться в каких сервисах и какие вещи мы делаем сделали к первому сентября и можем вам показать ну сначала снова немножко там про онлайн обучение и онлайн площадка что она может несколько моментов я бы здесь выделил новые инфостреда способны погружать окутывать человека и поэтому собственно то что мы видим сейчас вокруг формирование экосред крупнейшие наши банки Сбербанк ВТБ и многие другие формируют такую экосреду откуда уже там не вылезешь где все все под рукой и соответственно и поставщики те которые работают Сбербанка будут вы будете потреблять их продукцию потому что инфосреда способна погружать там вот картинку посмотрели там какое-то интересное сообщение новость а в итоге вы схвачены захвачены с ручками и ножками и вот эта борьба за погружение будет очень серьезной вот ну и любая платформа и мы в том числе тоже строим маленькую инфосреду где не все в мире но то что нужно преподавать ученому тоже находится под рукой захотел опубликоваться пожалуйста захотел получить какую-то там книгу информацию пожалуйста вот такую эко среду строим и мы второй момент который вот платформенное образование отличает то что она начинает конкурировать с обучением личного контакта это тоже вот как я сказал грандиозная революция обучение учитель ученик практически всегда это было вот одно из самых тесных как родители отец и сын одна из самых тесных таких связей но сегодня это уже не совсем так вот онлайн муки там различные они уже могут заменять какой-то образовательный курс даже вплоть до университета уже можно не общаться не увидеть ни разу живого не прикоснуться к живому преподавателю а получить если ты дисциплинированный и аккуратный получить полное знание по своей программе издать экзамен по ней вот или даже skyeng и прочие вещи там по skype да это все еще личные контакты но это уже не такой где ты видишь лицо и живое это уже там урок на расстоянии тысячи километров это тоже совершенно другая ситуация и она тоже потихоньку смещает где-то успешно замещает обучение личного контакта то есть вот это наша классическая модель в колоссальной конкуренции с цифровыми форматами и в частности учебник классический не выдерживает конкуренции с онлайн обучением учебник как мы сказали там выше это информация это тоже некая удаленная коммуникация удаленное сообщение и в этом плане как ни парадоксально учебник оказывается слишком далеко да то есть это сообщение некого там автора преподавателя который когда-то где-то да очень далеко мы его только вот в книге и получаем от него эту информацию вот а к нему в конкуренции приходит преподаватель через скайп да через видеоформаты где он расскажет языком где он там жестами где он там эмоциональный твой интеллект влючит то есть он уже посильнее будет поближе поближе чем учебник и получается что онлайн обучение как более близкое далекое удаленное обучение выигрывает и вот эту конкуренцию мы как представители издательства сообщества те кто издает книги мы ее очень остро чувствуем вот это вот это одни моменты да которые лежат в основе того что пандемия очень здорово подстегнула онлайн обучение ну и еще один момент который здесь тоже стал очевиден для каждого преподавателя для университета то что возникла новая потребность преподавателя недостаточно иметь вот в своей преподавательской деятельности лицо речь метод чем он раньше обходился ему нужна онлайн сцена да онлайн сцена где он может выступать онлайн где он может ну откуда вот он вообще действует в онлайн пространстве да и что такое это во первых некая онлайн площадка где он может положить учебную программу когда всегда доступно любой пришел глубоко познакомился там вот это его лицо что называется второе что на этой онлайн площадке может быть это содержание то есть изложение материала то есть уже рядовой преподаватель он может на этой своей площадке расположить тексты которые с которыми он работает и собственно изложить вот то его уникальные концепты да он все еще работает с учебниками но уже редко кто работает из преподавателя один в один да я работаю по учебнику Иванова это уже немножко там понижает его статус достоинства конечно сейчас преподаватель может свой уровень подчеркнуть только тем что у него индивидуальная подача у него свой курс свои приоритеты свои аспекты свои трактовки свои комментарии уже очень сложно чтобы высококлассный преподаватель совпал даже там с очень уважаемым высококлассным автором он сделает что-то да послой вот эта индивидуальность позволяет реализовать онлайн площадка онлайн курс и это соответственно резко понижает в статусе учебник уже этот преподаватель со своей площадкой будет так сказать загонять на свою площадку а не на какой-то там чей-то учебник вот и третье что нужно чем помогает онлайн площадка онлайн сцены контрольно проверочные дополнительные материалы как раз вот эти вещи где чем отличается индивидуальный преподаватель какие-то свои находочки наработочки вот он здесь даст ним доступ ну а также контрольно проверочные вещи то что никогда не был способен сделать учебник можно пройти тестирование проверку знаний то что дает вот такие три вещи которые делает онлайн курс онлайн площадку незаменимой если раньше консерваторы так скажем ну так посматривали со стороны на инноваторов и считали что это рано еще это не настоящее то сейчас всех жизнь заставила вот задуматься о такой площадке и в итоге происходит некая конверсия скажем так концепта индивидуального универсального знания да под которым мы и видели учебник учебник как некая модель учебной программы вот знания в лучшем своем изложении да вот в школе еще это осталось вот переход конверсия вот этой модели в первоперсонализированный и локализованный курс то есть это уже курс для моего университета это мой курс он для определенной проблемы для определенной аудитории то что хочет дать наш университет и может дать только наш университет вот и вот эта конверсия она и вызывает к жизни университетские пространства онлайн обучения и вот к этой концепции должны адаптироваться и мы и наша ЭБС поэтому мы здесь объявляем в этом году новую концепцию ЭБС песочницы старая концепция ЭБС книги была вот в той парадигме идеальные учебники как идеальные модели и мы вам даем их целую кучу по всем направлениям а новая концепция это ЭБС песочница то есть песочница цифрового контента который позволит вам преподавателям создавать свои онлайн курсы вот то есть это вот очередная ступенька в этой глобальной трансформации трансформации учебника в онлайн курс трансформации библиотеки в информационную среду и соответственно трансформации ЭБС в песочницу это вот три грани одного и того же процесса но здесь есть тоже такой вот интересный аспект дилемма в связи с онлайн курсом те кто с ними работает давно уже с ней столкнулись и ставят этот вопрос что такое онлайн курс это продукт издательского оформления то есть издательский продукт или самостоятельного авторского творчества то есть преподавательский продукт то что он сделал там для себя на коленке для своих учеников вот куда в этом плане деваться издательство если вот эта трансформация будет окончательной и вообще на смену учебникам придут онлайн курс то будут ли востребованы издательства для того чтобы создавать красивенькие качественные онлайн курсы где все там подогнано как это раньше было в книжке вот или вообще преподаватели сами все научатся и по сути дела гудбай издательство как посредник здесь не нужно вот на самом деле очень интересный глубокий вопрос и каждый тоже его решает немножко по-своему вот в частности юрайт мы знаем они взялись за то чтобы создавать вот эти вот идеальные онлайн курсы точно так же их тиражировать как учебники распространять может быть так тоже пойдет но я вот вижу немножко по-другому что вот эта концепция онлайн курса как некого качественного издательского модельного продукта она реализовалась и пошла на бизнес рынке на рынке корпоративного обучения там создаются такие курсы по заказу красивенькие с видео и так далее и они как правило служат для большой распределенной корпорации чтобы обучать отдельным функциям отдельным их задачам а вот образовательный рынок ну во-первых в нем не столько денег и деньги не на то предназначены образовательный рынок пошел по другому пути где все-таки преподаватель является и автором и производителем онлайн курсов существуют фабрики это вот в пандемии уже очевидно стали мудлы мудл с платформы конструктора своего и дальше каждый что-то там сам строит по мере своих талантов где-то это подороже и по покачественнее где-то это совершенно такой рабочий режим имеет вот и в целом конечно будет и тот и тот вариант но базовый как мне кажется будет вот этот второй когда преподаватель сам должен составлять свой курс и вот собственно для этой функции мы и разворачиваем свою работу свою ЭБС как песочница и вот такой образовательный курс что он собой представляет ну во-первых он всегда представляет собой некий сборник то есть отсюда может быть в этом сборнике может быть контент из совершенно разных источников это как правило компилитивный там обычно средний преподаватель не пишет собственный текст он берет из разных учебников или статей и как-то там компонует второе этот учебный контент это не просто тексты это уже как правило различные дополнения мультимедийных форматов там ну прежде всего иллюстрации схем таблиц видео элементов я вот это все называю информационные кванты то есть его составляться должен онлайн курс это информационные кванты то есть контент совершенно разных источников и объемов ну и вот ЭБС в этой парадигме должен стать поставщик контента который нужен для создания собственного курса на сегодня этот главный поставщик это условный гугл то есть интернет где нарушая права и пользуясь чем угодно не самым качественным источниками преподаватели создают свой онлайн курс но зачем же вот ломиться в открытую дверь там через окно заходить брать что-то неправовым способом когда вот мы для вас создадим профессиональный контент который будет точно так же удобно использовать для этих задач и вот несколько сервисов которые мы сделали уже для этой задачи разумеется этот процесс в работе это не на один год но кое-что мы можем показать кому кто заинтересуется вот завтра уже более подробно расскажет Павел Юрьевич говоря о наших новинках ну а я буквально на назывном режиме контрольно-проверочный контент это тесты мы создали тестовую систему как песочницу в ней большая база около 40 тысяч вопросов и в ней существует свой редакционный режим который преподаватель может заходить и загружать и использовать вот эту базу в своих курсах то есть из готовых вопросов и самому создавать и использовать готовые быстро создавать контрольно-проверочные тесты для всех своих целей вот этот то что он создал этот тестовый инструмент доступен в различных режимах тестирования и проверка знаний и тестирования и экзамен и в различных формах здесь практически все базовые формы тестов выбор ответа классический различные виды сопоставлений то есть практически все что можно придумать в этом режиме все реализуется вот и надо заметить что создание тестов это такая же авторская работа как и публикация и это тоже имеет вознаграждение на нашей платформе то есть для своих студентов его использование бесплатно а для использования других вузов другими преподавателями если преподаватель дает доступ это начисление роялти и соответственно вознаграждение вот второй тоже блок наших работ это мультимедиа и геймификация здесь прежде всего расширение аудиоконтента вот аудиоконтент вы знаете сегодня тоже переживает всплеск ну и вообще он нам очень важен потому что восприятие со слуха это как раз и есть лекционный формат собственно не так важно ведь что мы видим преподавателя за кафедрой важно что мы слышим и мы на самом деле можем вот это просто изъять в данном случае и здесь основа речи соответственно совершенно другие механизмы воздействия на мозг на психику другие механизмы восприятия прежде всего основа включения эмоционального интеллекта соответственно лучше запоминания большая мотивация прослушивания вот и мы работаем над целым направлением аудиолекций и аудиоучебников используя искусственный интеллект в работе и с нашими достижениями вы уже можете в принципе познакомиться ну а второе направление конечно видеоконтент тоже очень важное дополнение образовательного онлайн обучения здесь мы как и с аудио сделали новый каталог в него включено более 5000 единиц нового контента разумеется это контент из открытых источников из ютуба и так далее вот агрегировать самостоятельно такой видеоконтент чрезвычайно сложно вы это можете представить ну а в открытых источниках то в том же ютубе вы тоже все знакомы что это море там не скажу сейчас цифру но там ежеминутно пополняется она на миллион различных видеороликов да и разобраться в этом получить навигацию но это все равно что найти иголку в стоге сена это ты попадаешь туда и как путешествовать пешком по земному шару есть рекомендательные сервисы там вам дадут 10 каких-то роликов похожих или что-то но это все уже становится не охватываемо вот разумеется требуется некая навигация профессиональная некая выборка вот этим мы и занимаемся и мы ищем уже редакционно качественно качественный контент какие-то интересные видео лекции лабораторные работы всяческие вещи которые создаются ну и сами приглашаем создавайте преподаватели это тоже вам будет вознаграждаться вот так что вот мультимедийный блок один из источников вот этих информационных квантов для ваших онлайн курсов вот ну и третья сама площадка электронных курсов для того чтобы создавать мы знаем что крупные вузы они имеют свои площадки и их разрабатывают пожалуйста пользуйтесь нашим ЭБС и мы интегрируемся с вашими площадками но у кого нет таких кто не хочет тратить время на это или отдельно преподаватели наши подписчики если вам нужно создать курс который нельзя создать на вузовской площадке или по каким-то другим соображениям есть у нас много таких преподавателей мы приглашаем вас у нас создана отдельная платформа электронные курсы профессионально поддерживаемые бесплатные совершенно и с интегрированным нашим контентом то мы приглашаем вас для всех реализовывать и работать со своими студентами более того у кого есть проблемы формирования собственного онлайн курса мы оказываем профессиональную помощь у нас есть так называемый генератор онлайн курсов на основе рабочей программы то есть человеку далекому от этого всего мы можем на основе его рпд собрать контент из рпс и предоставить вот эту онлайн площадку с которой он дальше может полноценно работать вот эта услуга правда платная но очень недорогая ну и несколько еще таких вещей которые мы анонсируем к первому сентября должны вызвать ваш интерес это центр инклюзивного образования вот здесь тоже мы работали работали в конце концов что-то собрали серьезное в этом аспекте это вещь которую тоже каждый вуз должен наращивать забота о лицах с ограниченными возможностями здоровья она и в нашем законе об образовании и просто это некий некое следствие нашего благосостояния наше развитие в конце концов всем должны действительно предоставлены быть равны возможности здоровья цифровая следа это позволяет вот и мы создали центр инклюзивного образования это учебно-методический комплекс ресурсов в него входит вот наши инновационные не имеющие аналогов модуль для слепых модуль луврейнс используем аудиоконтент в формате дейзи формате для слепых с возможностью заказа аудиоконтента он демант вот вещь которая подходит не только для слабозрячих но для полностью слепых и вы он демант можете заказать любое любое учебное пособие сегодня вот если вот другие ЭБС сформировали какой-то пул из небольшого количества учебников вот у нас 150 тысяч единиц контента книг и разумеется невозможно это все подготовить это все очень дорого но по заказу вы можете сделать любую конфигурацию которые вот для своих студентов с ОВЗ которые те программы которые они у вас проходят второй модуль второй модуль вообще абсолютно уникальный это модуль для глухих это ни у кого из наших коллег больше нет вот а между прочим глухих не меньше оказывается чем слепых и они тоже не могут пользоваться вот просто обычными ресурсами для зрячих вот они используют видеоконтент на языке жестов и вот в нашем проекте в тишине называется именно такие вот учебные курсы и создаются на языке жестов и здесь вы тоже можете заказывать курсы он демант это тоже очень дорогой контент разумеет сам по себе но вот он демант можно его персонализировать вот третий блок этого центра онлайн вебинары и курсы по проблемам инклюзии тут у нас широкая программа ведущих специалистов очень хорошо посещаемая так что приглашаем будем информировать вас ну и наконец книжные издания по проблемам инклюзивного коррекционного образования тоже уникальные очень крупные коллекции подписывайтесь пользуйтесь это теперь в одном месте таков наш центр инклюзивного образования но он тоже в работе в ближайшее время уже будет предоставлен публике еще одна вещь которую мы в этом году заявляли и уже можем с гордостью сказать что в целом в общем и целом построили библиотека он демант то есть по сути дела это комплекс библиотечных услуг то чего нет у нас вот сейчас в данном виде но что вам нужно и то что мы вам сделаем вот и это уже сегодня целый комплекс ключевых библиотечных услуг ну во первых комплектование он демант приобретение книги которая вам нужна в любом режиме то есть это даже если вы не подписаны то вы в любой момент можете скомплектоваться будет это покнижено или какими-то блоками профессиональными то есть вот эту порезку существует библиокомплектатор и эту порезку разных форматов вы можете осуществить самостоятельно мгновенно вот если у нас нет какой-то книги то у нас для этого есть сервис Екарсар то есть поиск издания по требованию и мы вам ищем это издание правообладателя цифруем заключаем договор даем доступ это практически полный комплекс издательских услуг он самый длинный у нас месяц вам готовится книга которая стала нужна вот мы с питерским политехом большую программу реализуем они это используют третий подбор литературы он демант по дисциплинам и направлениям которые нужны вузам это новый сервис который впервые мы здесь заявляем то есть предложение заполнения дисциплины или какого-то предмета то есть мы для вас подбираем список литературы по открывающимся новым направлениям дисциплины его можно дополнять с ним можно работать это экономит колоссальную работу по вашему поиску тоже в течение двух недель вот ну и дальше более классическим уже которая стала print on demand да если нужны книги в печатном виде любые практически из книг нашей ЭБС мы вам печатаем и предоставляем две недели а также аудио on demand да если нужны аудиокниги то прежде всего для незрячих или по-другому две недели и книга для вас будет озвучена вот если вам еще что-то нужно и что можно сделать вот так по заказу рассказывайте нам мы это тоже сделаем on demand вот ну уже иду к концу утомил вас последний проект который мы представляем к первому сентября контентный проект здесь тоже мы очень много делали в прошедшем году и крупнейший и думаю самый интересный из этой серии открытые монографии это коллекция фундаментальных трудов и научно популярных книг по гуманитарным естественным и техническим наукам это наш самый глобальный проект вот аналог его только вот издательство лайн существует но у нас это именно монографии научные научно-популярные практические методические литература ретроиздания ну и подчеркну это не только вузовская литература университетская это дорогая дорогостоящая издательская в том числе переводная литература которой мы постепенно открываем доступ вот и причем все это бесплатно доступ но не буду здесь лукавить по формуле обмена то есть если вы хотите получить бесплатный доступ то предоставьте и нам свои монографии или учебный контент то есть в обмен на некий контент который у вас есть вот будет в перспективе около 50 тысяч эта коллекция ну и как нам кажется особенно для ведущих научно-исследовательских вузов вот эта монографическая литература мы уже сегодня здесь крупнейшие агрегаторы это абсолютно незаменимая нужная вещь открытая монография а вторая которая может вас заинтересовать книжное ядро русской культуры еще более крупная коллекция около 70 тысяч книг книги которые нельзя не иметь в библиотеке здесь 70 тысяч книг которые предоставляют русскую культуру вот ее самый цимус всех лучших авторов важнейшие монографические труды вот всегда можете ознакомиться следующий проект который тоже глобальный и много наших ресурсов черпает ресурсный центр иностранных языков мы стали крупнейшим агрегатором вот литературы по иностранным языкам более 5000 изданий вот здесь мы имеем блок тоже крупнейший русский язык как иностранный в частности вот для китайских например студентов у нас много специализированных пособий и мы предоставляем очень много литературы и по другим языкам европейские восточные языки редкие языки просто литература для чтения ридеры литература российских и литература зарубежных издательств вот это мы сейчас тоже обновляем и в ближайшее время уже будет готово более-менее конечном виде включая мультимедийные форматы и другие и в отличие от того что было раньше ресурсный центр был про судя дело частью ЭБС нашей базовой коллекции вот сейчас это уже мыслится как отдельный проект он уже не совпадает по контенту а будет не совпадать все больше вот поэтому к нему нужно будет подписываться отдельно но и тут тоже можно подписываться по отдельным изданиям по отдельным блокам и так далее вот из новых проектов которые в смежных наших в нашей эко-среде созданы только на одном остановлюсь но тоже для нас интересным и ярким на арт-портале путешествия мечты это новый мультимедийный блок который включает в себя он онлайн формат по 50 ключевым туристическим направлениям и как это позволено арт-порталу это некие виртуальные путешествия которые вы прежде всего можете осуществить по культурной составляющей то есть познакомиться с архитектурой достопримечательностями этих стран художественной культурой музейной культурой ну и конечно живописной природой то есть это то что украшает наш должно украшать наш взгляд и наши чувства лучшие вот и последнее что может вам быть интересно в русле главного тренда пандемии информации под рукой это мобильные приложения у нас вы знаете было приложение уже несколько поколений прошли эти приложения вот в последнем это ЭБС университетская библиотека онлайн и ЭБС библиошкола вот если это было раньше только для системы андроин то наконец мы доделываем для системы эппл и айфонов и уже теперь все на всех мобильных это будет доступно ну а для тех где нет приложений наши проекты то есть интернет магазин нонфикшн доступны мобильные версии в браузере тоже очень удобно пользоваться с телефона то есть мы мобильными остаемся вот собственно глава которая посвящена каким-то нашим основным достижением результатом то что мы показываем к первому сентября как я еще раз сказал завтра Павел Юрьевич Калиников подробнее расскажет о всех этих вещах и о многом другом а вот в конце я хотел бы снова вернуться к проблеме информационной повестки и тех моментов которые нас не сближают а разлучают пандемия что подчеркивает я обратил ваше внимание что функция библиотек но это мое мнение все могут спорить принимает на себя как раз платформы электронной библиотеки или ЭБС а вот что происходит с классическими библиотеками здесь уже вам судить а мое скромное мнение можно не учитывать тем не менее я назвал что библиотеки становятся информационными центрами ну а собственно что такое информационные центры пока никто не объяснил это как информационная среда включает в себя все что только можно придумать вот я я обратил внимание на то я обращаю ваше внимание что ведь продолжается строиться и новые библиотеки и новые библиотечные проекты и вот среди очень важных знаковых событий этого прошедшего пандемийного года это например создание национальной татарской библиотеки в Казани вот она красавица вы наверное видели огромное здание великолепная библиотека нового типа вот можно только порадоваться то есть библиотеки конечно эволюционирует но вот куда вопрос и вот как тут тут возникает очень много вопросов конечно если зажигаются новые библиотеки это кому-то нужно ну вот кому как ответить на этот вопрос потому что пандемия она и другой тезис обнажила о том что библиотеки лишние посредники вот это вот общение нашего конечного потребителя с экрана оно приближает электронные библиотеки и приближает контент непосредственно конечному потребителю уже не так и нужны библиотеки как вот эти посредники то есть мы можем напрямую с этим конечным потребителем работать и это практически семимильными шагами происходит пандемия очень сильно приблизена электронной библиотеки как конечному потребителю и я думаю что процесс того что электронные библиотеки сменяют бумажные будет ускоряться но вот то что строят новые библиотеки говорит о чем-то совершенно другом что мы вот в этом в этом тезис никак не включается а второй момент тоже обращу ваше внимание положительной информации в 21 году как тоже нам заявили запускает 305 новых в 2 или в 3 раза больше чем планировали и модельные библиотеки тоже осовременены очень интересные вы там все этот процесс видите и радуетесь ему но что интересно вот для меня модельные библиотеки практически не оснащаются электронными подписками вот мы общаемся с модельными библиотеками они им не нужны электронной книги то есть они на это ставку не ставят то есть библиотеки будущего это не библиотеки в которых электронные библиотеки то есть это нас уже показывает что вот это вот разделение пропасти она не только в наших головах она в головах наших мужей которые там в РГБ Министерство культуры и так далее и это тоже заставляет задуматься а куда же тогда вот для чего строят эти новые библиотеки и для чего они вот какая мысль меня посетила посмотрите на эти прекрасные здания я сам уже видел очень много таких библиотек впечатляющих впечатляющим образом вот так внутри образы внутри казанской библиотеки новый свет а вот например библиотека в Калгари Канада посмотрите какие вот здесь формы как вообще это великолепно чудесно а посмотрите другие новые библиотеки вот недавно построены сколько там 5 лет назад в Штутгарте Германии я ее сам видел вот какая красавица это тоже центральное для города здание очень дорогое в него вложились а вот как оно внутри выглядит как на небесах согласитесь все очень вдохновляет а вот последний из европейских национальных библиотек в Финляндии в Хессенке тоже с помпой великолепное здание шикарное вот как внутри да вот это все устремленное в будущее ну и вот что у меня в первую очередь вот с этими образами с которыми сталкиваешься первая мысль которая приходит да такая парадоксальная что это не о книгах вот что 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 это несет в себе вот это не ассоциируется с книгой в первую очередь да это совсем с другим ассоциируется на мой взгляд это ассоциируется с некой демонстрацией того ну вообще архитектурного образа будущего какими мы будем да какие мы хотим быть да библиотека это всегда было все-таки функциональное публичное здание такое же как там администрация города там не знаю центральный там стадион вот какие-то вещи которые именно публичность демонстрирует и города продолжают строить библиотеки как они строили раньше но не для книг это вот именно для того чтобы вот эту публичную функцию продемонстрировать коммуникации того как мы собираем всех вместе это эти библиотеки иллюстрируют скорее то что то информационные сообщения которые посылаются и будущему и настоящему да это пространство для информации но не для книг и соответственно они должны вбирать в себя новые коммуникации чувство будущего это уже я бы сказал не храм знаний а храм информации он говорит не о данных там о каких-то книгах о пронизанности материи интеллектом о том каковы мы я вот недаром заставку своей на первую заставку поставил город будущего вот конечно новые библиотеки это уже такие первые кирпичики этого города будущего который также и будет расти от публичных зданий к остальным формам библиотеки здесь будут пионерами они будут таким знаком и лучшие архитекторы будут заниматься библиотеками вот но о том вот как наполнить вот эти вот пространства будущего пространства информации чем наполнить это уже конечно вопрос нам которые будут работать внутри этих библиотек может даже и без электронных книг и без книг вообще не знаю в общем пандемия возвращаясь к нашей теме конечно поставила много вопросов и задала какие-то векторы не сказать что они новые это все те же цифровые векторы векторы онлайн обучения мы с вами проговорили практически то что и так знали но где-то это стало более очевидно а где-то где это было второстепенным стало первостепенным это наверное главный урок и главный опыт который мы извлекли сегодня говорят что образование уже навсегда будет гибридным возможно но нам опять-таки надо продумать что такое гибридность в общем это все знаки вопроса ну а ответить на знаки вопроса мы для этого используем наши классические дискуссионные формы то есть конференции и вот последняя страничка моего рассказа про то что в этом году мы провели очень много онлайн мероприятий и конференции даже одна из тех которые вышли в новом формате но станут ежегодными ДИР 2021 цифровые ресурсы технологии повышения квалификации и дополнительного образования эта конференция прошла 1 июля в московском политехе в точке кипения очень интересное по содержанию собрала уникальных спикеров высшей категории много вузов это тоже одно из тех вещей которые мы наработали в этом году ну а продолжение вот этого формата онлайн обучения вернее обучения и дополнительного образования повышения квалификации это наш классический семинар ЭБС и вузовские библиотеки которые мы ежегодно проводим в местах силы в прошлом году не проводили но в этом снова проведем причем в очном формате вот и ну вы знаете что это это мероприятие сугубо для директоров библиотек вот тем не менее мы приглашаем если вот у вас есть интерес по-любому можете обратиться отправить заявку и возможно что мы вас пригласим вот по-любому это единственное на сегодня мероприятие где как раз довольно глубоко основательно рассматриваются вот эти вот проблемы электронных библиотечных систем и работы с ними и не только касательно нашей собственной ЭБС университетской библиотеки онлайн ну что ж коллеги на этом благодарю всех кто меня слушал вот вопрос здесь субтитры для слабослышащих так как жесты не все знают вот здесь я предлагаю те кто заинтересовался вот этой нашей учебной программы для глухих предлагаю кинуть заявку но в ближайшее время там весь этот алгоритм появится вот и мы в бесплатном режиме предоставим вам доступ вы увидите как это все организовано это делают все профессионалы специалисты не только с субтитрами и жестами жестовым языком но и вообще это для каждого предмета свой профессионал в этой области в общем очень интересный инновационный проект так в ваших перспективных онлайн курсах предусматривается структура содержания плюс теста предусматривается ли общение студентов так ну да тут наши онлайн курсы это очень широкий спектр видите у нас есть онлайн курсы директ академии которые проводят и там живое общение все есть там с помощью зума и так далее вот а есть курсы которые на муду это уже так как организовывает преподаватель конкретный вот в принципе там конечно доступно общение студентов и все эти форматы вот так что все что существует здесь нужно и все все это у нас реализовано вот поясните что такое открытые монографии это наша коллекция монографии которая ну на сегодня она включает по-моему 20 тысяч изданий монографического характера в перспективе это будет 50 тысяч мы формируем на основе вот сегрегированного нашими нами контента то есть классика она пополняется и издательство да вузовские издательства классические издательства вот это такой профильный там только монографические издания то есть научные ценности научные цели преследуют вот заинтересован материал для слабослышащих что нужно сделать для получения доступа ну как я сказал там должна у нас на страничке где для лица с специальными потребностями вот на нашей страничке там должна появиться информация и контакт чтобы бросить заявку для получения доступа к этому проекту вот если это сейчас еще не выложено потому что у нас все как всегда там последний час к сожалению то вы отправьте на директ академию эту заявочку вот со своим контактом и вам предоставят доступ с вами свяжемся вот стоимость бесплатно вот эти полгода все будет бесплатно ну что ж коллеги спасибо больше вроде вопросов нет вебинар доступ что ж еще раз поздравляю вас приходите и учитесь в нашей директ академии пользуйтесь нашими информационными ресурсами мы всегда рады вас видеть всего доброго хорошего вам да